Вот уже пять месяцев Руслан Иванов руководит народной дружиной ЖУ-7-1. Не реже двух раз в месяц добровольцы выходят в рейд вместе с участковым. Подшефный участок у дружины коммунальщиков непростой микрорайон-приборостроитель. Окончил университет, юридический факультет. И по проблемам со здоровьем не мог попасть в правоохранительные органы, то есть меня не взяли. И, можно сказать, осуществилась моя мечта, и частично я как бы внештатный сотрудник полиции. Говорили, что криминальный район-приборостроитель, такой контингент, как бы, живет не очень, как бы, алкоголиков, много наркоманов, но, тем не менее. В принципе, интересно, много чего узнал из оперативной работы. Есть среди дружинников и старожилы, те, кто, еще будучи студентами в советское время, с повязкой на рукавах патрулировали улицы. Среди них и врач-анестезиолог второй горбольницы Эдуард Гельманов. Ну, также обходы с участковым, там больше по детям ходили, по подвалам, искали хулиганов, рейды. Это в городе Челябинске было, сейчас более старше стал, более серьезные относились к этому. И все. В принципе, что так, помощь органам внутренних дел в организации охраны правопорядка, что в те времена, что в эти времена, остается на том же уровне. За пять месяцев работы народных дружин ими раскрыты восемь преступлений и выявлено 145 административных правонарушений. По итогам 2014 года в округе отмечается резкое сокращение тяжких преступлений, совершаемых в общественных местах, таких как грабежи, поджоги и разбойные нападения. И в этом прямая заслуга и правоохранителей-добровольцев. Сегодня очень много появилось новых преступлений, которые не в состоянии как бы милиция сама предупредить. Сегодня нужен общий, я бы сказал, коллективный труд всех людей из Старого Оскола для того, чтобы пресечь такие преступления, как распространение наркотиков, распространение фальшивых денежных купюр. Сегодня, конечно, не поставишь милиционера на каждый дом, на каждый подъезд. Сегодня нужен как бы общественный контроль. В 80-е годы прошлого столетия в стране существовали 282 тысячи народных дружин, 40 тысяч комсомольских оперативных отрядов и 50 тысяч пунктов охраны общественного порядка. В рядах добровольцев было около 13 миллионов человек. Сегодня же добровольные народные дружины только набирают свою популярность. Для повышения привлекательности общественной работы в Старом Осколе планируют ввести денежные премии и переходящий кубок лучшей дружины.